С 1 сентября вступает в силу закона такси. Государство берет эту сферу под свой контроль. В регионах появятся службы заказа, которые будут нести ответственность в случае происшествий. В этом логика есть, потому что кто будет отвечать, если произошел какой-то ущерб жизни, здоровью пассажира, частным перевозчикам, который непонятно имеет право он перевозить или нет, умеет он собственно возить или нет, отвечает ли требованиям. И вот это, по большому счету, механизм установки порядка, открытости и прозрачности на рынке перевозок. Работать в такси запретят людям с непогашенной судимостью по ряду уголовных статей за причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, грабеж, разбой и прочее. А также водителям, накопившим больше трех неоплаченных штрафов и не сдавшим экзамен на знание города. Мы ожидаем серьезного повышения роста цен на услуги такси, потому что с 1 сентября каждый регион обязан также создать три реестра. Там будет реестр перевозчиков, реестр лиц, оказывающих сопутствующие услуги, это операторы, которые соединяют такси и пассажира, и реестр таксистов. И, соответственно, после включения в этот реестр таксист также должен будет получить разрешение на работу. У них вводятся особые требования КОСАГО. Многие люди, которые в такси именно подрабатывали, то есть не работали, полный рабочий день являлся их основным заработком, а, например, подрабатывали после работы в час пик, час два, то теперь такие, скорее всего, люди уже в такси работать не смогут в силу вот такого большого количества ограничений. С 1 сентября водителей начнут штрафовать за неправильные шины, за езду на шипах летом и на летней резине зимой накажут на 500 рублей. Использовать машину запрещено, если зимние шины будут установлены не на все четыре колеса. Правила относятся к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн. Эксплуатации авто запрещают также при неисправности антиблокировочные системы тормозов. Штрафовать начнут из-за неправильной фары, непредусмотренной конструкцией машин. Кроме того, запрещено использовать мигающие стоп-сигналы, а теперь они должны постоянно гореть красным светом. С 1 сентября изменится законодательство о рекламе. Физическим и юридическим лицам грозят новые штрафы за нарушение, а именно за отсутствие маркировки на публикациях, будь то бизнес-страницы или личные странички в соцсетях. Теперь любая реклама, любые информационно-рекламные материалы в сети интернет, социальные сети, блоги, сайты, в нем данные материалы должны маркироваться с помощью специального кода, так называемый токен, идентификационный код. Он получается от операторов рекламных данных, список которых сейчас можно видеть на сайте Роскомнадзора. Государство захотело поднимать, какой объем рекламы идет, какие денежные потоки идут через рекламу в целом у всех его операторов. Конечно, это актуально больше для крупных игроков, которые занимаются рекламой в целом и диджитал-рекламой. Но видите, оно так поспутно стало касаться и обычных физических лиц. Для тех, кто забыл или не захотел указать маркировку, вводятся штрафы для физических лиц от 10 до 100 тысяч рублей, для юридических от 200 до 700 тысяч. Почта России разрешила при отправке заказных писем, бандеролей и посылок не предъявлять паспорт. И теперь это можно сделать без паспорта, а просто предъявление иного документа, идентифицирующего вашу личность. Ну, например, прав. Знаете, это вроде мелочь, но дам, например, как адвокатам-юристам привычно ходить с паспортами, и это там, он у нас всегда. Но я вижу, я знаю, что большинство людей с паспортом не ходит. С начала осени серьезные изменения ждут школьников. У нас с 1 сентября вводится так называемая общеобязательная государственная федеральная образовательная программа, которая включает в себя ряд образовательных стандартов, и они предусматривают единую методику преподавания. В большинстве школ, например, преподавание истории в 10-11 классах, я думаю, большинство слышало про нашумевший учебник истории, ну и ряд других предметов. Вступают в силу поправки к закону о трудовом воспитании. Они закрепляют обязанность учеников трудиться. Теперь школьники будут обязаны с учетом возрастных особенностей убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы или помогать в библиотеке. Разрешений родителей для привлечения учащихся к труду больше не потребуется. На уроках ОБЖ будет проводиться курс начальной военной подготовки. На нем ученики 10-11 классов будут проходить основу применения беспилотников, а также способа противодействия им. С 1 сентября вновь возвращается серебряная медаль. Я напомню, что с 2014 года у нас существовала только одна медаль. Это была медаль первой степени, золотая. Однако вот с этого года школьникам, у которых только две четверки, они успешно сдали государственную итоговую аттестацию, они имеют право также получить серебряную медаль. Серебряная медаль может помочь при поступлении в ВУЗ. В том случае, если у нескольких выпускников имеется одинаковое количество баллов по ЕГЭ, тогда серебряная медаль дает определенное преимущество. С 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Его могут получить 7 миллионов 700 тысяч детей. Российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События.